МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Журналистам Первого Карагандинского удалось найти близкую подругу бортпроводницы, развившегося от челленджера. Сегодня новый Аким Баужан Абдишев провел первое совещание с активом области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во многих районах Караганды нет уличного освещения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Казахстана Нурсултан Азарбаев объявил 31 января днем общенационального траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе под Алматы. Глава государства выразил соболезнования родным и близким в начале совещания с руководителями правоохранительных органов в Аккорде. Между тем, сегодня в стране во всех госорганах приспущены государственные флаги, а телеканалы и радиостанции отказались от рекламы и развлекательных программ. Между тем, тела погибших в авиакатастрофе под Алматой доставили на родину. Кроме того, 31 января в Москву доставлен черный ящик для независимого изучения экспертами Межгосударственного авиационного комитета. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стюардесса по имени. Журналистам 1-го Карагандинского удалось найти близкую подругу бортпроводницы разбившегося челленджера. Бывшая коллега Ирина Кривоносова рассказала о жизни и работе погибшей карагандинки злополучного рейса Кокшетао-Алматы. Подробнее далее. Марина Каштанова – близкая подруга погибшей стюардессы. С Ириной Кривоносовой они знакомы более 20 лет. Когда-то летали вместе. Новость об авиакатастрофе стала для Марины и ее коллег шоком. Это было ужасно, это был шок, это было очень тяжело. На свою работу пойти я уже не смогла. Вот, в общем-то, все люди очень переживают. Вот до сих пор созваниваются, я из дома выйти не могу. Все созваниваются, все сочувствуют, все переживают, все вспоминают. Отец Ирины был летчиком, и дочь пошла по его стопам. Посвятила себя авиации и ее средняя сестра. Ирина – бортпроводница от Бога, рассказывает подруга погибшей. На днях Кривоносова собиралась на пенсию, и этот полет для стюардессы должен был быть одним из последних. И по велению судьбы последним и стал. Мы вместе с ней ходили, оформляли гражданство, и поэтому у нее родственники на юге в России, и она собиралась туда перебираться вместе с мамой. Марина Каштанова знала и командира экипажа. С Владимиром Юдокимовым они познакомились еще в институте. Что произошло в тот роковой день, коллега погибших не знает. Верит, что расшифровка бортового самописца и расследование расставит все точки над «и». Я вообще не верю, что такое произошло по вине экипажа. Это очень сложно допустить. Это очень опытные люди. Я думаю, что они сделали все для того, чтобы вывезти машину из какого-то непредвиденного положения. Думаю, что они все сделали. Не по их линии. Ирина Камышова, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Крупное ДТП случилось сегодня на Тимиртауской трассе. Здесь столкнулись два легковых автомобиля и маршрутное такси. На кадрах видно, что лобовое столкновение произошло между автомобилями «Шевроле» и «Тойота». От столкновения легковушек пострадала и маршрутка, которая направлялась из Пришахтинска в город. В результате ДТП погибла женщина. И еще двое были госпитализированы. Подробности аварии выясняют сотрудники дорожной полиции. Кинжитаю Атагулову грозит пять лет лишения свободы. Сегодня состоялось заседание апелляционной коллегии по делу заместителя начальника управления по борьбе с организованной преступностью, которому предъявляют обвинения в фальсификации уголовного дела. На заседании, как обычно, присутствовали родные и близкие подозреваемого. Однако сам Атагулов на процесс не явился. Апелляцию об обжаловании служители Фемиды рассмотрели. Однако решение суда не оставили без изменения. А значит, два месяца, когда он был виноват. Кинжитаю Атагулову, пока идет следствие, придется находиться в ИВС. Отметим, на защиту высокопоставленного полицейского вышли сразу три адвоката. Конечно, мы все миры предпримем, чтобы доказать его невиновность, безусловно. Однако Адель Мурат Маженов, который себя считает потерпевшим в деле Атагулова, верит в то, что Фемида будет благосклонна к нему. Я не боюсь, я уже, я и говорю, и всегда говорил, что это оборотень. Делая время, многие это поймут, что я могу сказать. Был бы он честный, вот все, как говорят, адвокаты, он бы не сидел в зале сюда. И у меня не две головы, я не такой человек, чтобы неправду говорить. Я говорю правду, чтобы конкретно подкидывал, но он не героиня. Рахметов, Дахан, он тоже подкинул. Напомним, заместителя Карагандинского УБОП задержали 10 дней назад про подозрение в превышении должностных полномочий. Причем речь идет о деле пятилетней давности. Прокуроры настаивают, что в 2007 году Кинжитая Тагула сфабриковал материал уголовного дела. Будучи еще оперативником, он якобы подкинул наркотики Адель Мурату Маженову. Бывший подозреваемый написал жалобу, и прокуроры снова подняли дело. Ирина Камышова, Лжас Габасов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. А тем временем карагандинские полицейские раскрыли кражу из ТОО города. Кража произошла несколько дней назад. По информации полиции, неизвестные лица проникли в офис, отжав пластиковое окно и похитили имущество на сумму свыше 400 тысяч тенге. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый, который уже успел продать похищенное добро. Оперативники без труда вышли на след скупщика и изъяли украденное. Подозреваемый подворен в ИВС. Караганда без света. Сразу в нескольких районах города на улицах нет освещения. Жители улицы Иржаново в темное вечернее время боятся выходить на улицу. Ведь уже на протяжении 10 лет здесь не установлены фонари. Ситуацией разбиралась Аида Ибраева. Но освещение то, что нет на Иржаново, здесь, конечно, ужасно. Потому что здесь две школы, гимназия 97-я, 48-я школа. Здесь очень плохие условия для прохождения пешеходов. Машины заезжают на пешеходную дорожку. Ночам тоже страшно, потому что людей много и как бы боишься. После тяжелого рабочего дня хочется, чтобы путь домой обернулся приятной прогулкой. Жителям улицы Иржаново такая прогулка не приносит удовольствия. Она превращается в настоящее испытание. Во-первых, скользко и всегда темно. Дети здесь, школ много, света нет. Всегда идешь вечером страшно, потому что здесь и везде темно. И не знаешь даже, куда ходить. Люди говорят, что улица находится без освещения уже на протяжении 10 лет. Но это не единственная проблема, которая волнует прохожих. Бабушки и родители недовольны тем, что здесь очень плохие условия для прохождения пешеходов. Машины заезжают на пешеходную дорожку. Света нет, кругом лед. А ходят дети в школу и в 48-ю, и в гимназию. Это очень плохо. Надо что-то сделать в этом смысле. Там еще по Иржаново, когда с 45-го поворачиваешь, тоже там сплошной гололед. На Иржаново здесь, конечно, ужасно. Потому что здесь две школы. Гимназия 97-я, 48-я школа. Здесь вечером постоянно дети. Здесь машины едут, детей не видно, пешеходов не видно. Гололед, люди идут. Здесь, ну, это, конечно, надо как-то и городским властям обратить на это внимание. А кому-то темные улицы только на руку. Пускай поставят фонари. Темно. Классно. Можно кого-нибудь побить. Можно с кем-нибудь познакомиться. Нашел человек побить. Учение свет, не учение тьма. Ярким примером известной пословицы может послужить улица Иржаново. Ведь здесь располагаются сразу две школы, территории которых освещены и можно идти спокойно. А вот за пределом учебного заведения приходится идти на ощупь. Ведь здесь не установлен ни один фонарь. Иржаново не единственный неблагоустроенный район в нашем городе. Улицы Алиханово и Мамраево по жалобам карагандинцев также не имеет освещения. Сейчас в самое травмоопасное время года для людей главное, чтобы кто-то взялся за исправление ситуации. Во-первых, улица Иржаново надо выехать, обследовать, составить дефектную ведомость. При необходимости составить проектно-смертную документацию, определиться по стоимости и закладывать бюджетные средства. При ближайшем уточнении мы до этого выйдем в комиссионном обследовании, составим дефектные ведомости, определимся по стоимости и будем просить деньги. Таким образом, теперь жители улицы Иржаново могут не волноваться. Ведь представитель местной администрации официально пообещал разобраться в проблеме. Но пока это не произойдет, людям придется ходить в темноте. Аида Ибраева, Олжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Помогите спасти ребенка. С такой просьбой в редакцию новостей нашего телеканала обратилась Карагандинка, у которой полуторагодовалая дочь страдает редкой болезнью. У девочки киста спинного мозга. Юной жительнице шахтерской столицы нужна срочная операция. Мирамгуль Слакимбаева расскажет подробности. Девочка родилась с рожденными пороками развития. Еще внутриутробно как бы ставили множественные кисты печени. Порок сердца, открыто овальное окно. Отрезе 12-перстной кишки. Кисты легких. В общем, 100% гарантия, что ребенок будет нормальный, нам уже тогда не давали. Заставляли делать аборт. Мария Козу проделась абсолютно нормальным ребенком, рассказывает бабушка больной девочки. Со временем у малышки стал расти живот. Врачи поставили диагноз – враждебный порок развития киста спинного мозга. Медики просто отказываются лечить Машу, продолжает Любовь Стрелькова. Потом уже последний раз, когда она начала умирать, прям на руках, она начала синить, задыхаться. Живот, вот представляете, вот трапецию возьмите, вот такой же здоровый живот, просто огромный живот. Она кушала, она была веселая, она была активная. Ну вот этот живот. Нас направили в Астану. Астанинские же врачи говорили в открытую – Мария скоро умрет. В квоту на операцию два раза отказывали. Некоторое время спустя на помощь приехали сами столичные специалисты. Осмотрев девочку, они решили сделать операцию. Сделали операцию, я в ужасе была, что я там увидела. А что-то, вы знаете, сначала думали, что это второй плод. А когда сделали гистологию, то это оказалось удвоение тонкого кишечника. То есть пища попадала не в тот желудок, который должна быть, а в этот желудок. Операция, которая будет проходить в столице России, стоит 10 тысяч долларов. Таких денег у семьи нет. На пенсию в размере 14 тысяч тенге и так живется не сладко. На данный момент рядом с полуторагодовалой Мария, ее мама и бабушка. Отца у девочки нет. Он отказался от ребенка, алиментов также не выплачивает. Если только они приедут в конце марта, начале апреля сюда, значит они нас будут оперировать здесь, в Караганде. Если нет, нас забирает Москва. Операция стоит 300 тысяч рублей. Это 10 тысяч долларов. У нас нет таких денег. Сейчас близкие Маши Козук надеются на помощь со стороны неравнодушных карагандинцев. Оказать финансовую поддержку вы можете перечислить деньги по реквизитам, указанным на экране. В Карагандинской области создадут единую кадровую службу для чиновников и укрепят материально-техническую базу регионального центра обучения государственных служащих. Так распорядился глава региона Баужан Абдишев. Первый актив области под председательством нового Акима состоялся сегодня. Актив области начался с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе под Алматой. Глава региона Баужан Абдишев выразил скорбь и глубокие соболезния семьям погибших. На повестке актива области реализация закона о государственной службе обсуждают предстоящие административные реформы во всех регионах страны. Специальный гость заседания председатель агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Алихан Байменов. Сочетание опыта и молодости именно так отозвался о казахстанской госслужбе руководитель ведомства. Иногда критикуют госслужбу за то, что слишком молодых продвигает. Иногда говорят нет, вот собрались одни поживые и все решают. Если брать статистику, то у нас среди 90 тысяч госслужащих более-менее равномерно представлены все возрастные категории. Впервые в законе о госслужбе будет отдельная глава, посвященная служебной этике, который включает нынешний кодекс чести и нормы антикоррупционного поведения. На этичность чиновника будут проверять с помощью тестов. Впрочем, некоторые руководители районного звена уже знают, что это такое. По словам Алихана Байменова, пробный тест показал, что низкие оценки отечественные мужи получили в сфере ориентации на сотрудничество, коммуникации и умения слушать людей. А еще в государственных органах Казахстана могут появиться комиссары по этике. Пока же изучается международный опыт. Принятие комплекса мер позволит в целом поднять корпоративную культуру государственной службы, тем более, что основная масса государственных служащих – это те люди, которые честно работают в интересах общества. В работе госслужащего предстоят большие перемены. Изменения коснутся каждое должностное лицо, и всем необходимо принять активное участие в этой широкомасштабной работе, сказал Акимобласти, подытоживая заседание. К слову, Боржан Абдишев уже дал ряд поручений. Первому завестителю Акимобласти, руководит аппарата, принять необходимые меры по укреплению материально-технической базы нашего регионального центра обучения госслужащих. Руководителю аппарата Акимобласти поручается проработать вопрос создания единых кадровых служб в городах и районах нашей области. Ирина Камышова, Туллиген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Тем временем в Алмате прошел чемпионат Республики Казахстан по настольному теннису среди юношей и девушек. Померить свои силы приехали сильнейшие команды со всего Казахстана. По итогам выступления сборная команда от Карагандинской области заняла третье место. В свою очередь представители шахтерской столицы Зауреша Акашева и Григорий Филиппов признаются, что в состязании было нелегко. Однако им все же удалось одержать победу. В личных я заняла третье место, в команде мы тоже заняли третье. В смешанном и парном разряде мы заняли первое место. Среди юношей принимало участие более 70 человек. В личном разряде я занял третье место, в парном разряде я занял второе место, а в смешанном первое. Накануне Карагандинская Сарарка в домашней игре победила Курганскую Зауралье со счетом 3-2. В первом периоде счет открыли хозяева. Шайбу забил Алексей Касауров и Александр Головин. В свою очередь противники Сарарки перевели матч в овертайм и серию буллитов, в которой Дмитрий Цибин помог своей команде взять два очка. Между тем, в игре с Курганским Зауралем карагандинские болельщики увидели нового нападающего в составе Сарарки. В его карьере были команды национальной хоккейной лиги «Филадельфия Фларес», «Финнекс Койц» и клубы континентальной хоккейной лиги «Витязь» и «Борыс». Последним местом выступления спортсмена была Краснодарская Кубань. Сборная Казахстана по греко-римской борьбе сегодня вылетела в Стамбул. В столице Турции 2 и 3 февраля пройдет первый Голден Гран-при. На 31 по счету турнир в этом году съезжаются команды 12 стран. Это Россия, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Грузия, Иран, Тунис, Греция, Сербия, Беларусь и Турция. На турнире учрежден призовой фонд. Обладатель золотой медали получит 2000 долларов. В свою очередь серебряный призер возьмет 1000 долларов. И двум бронзовым призерам будет присуждено 500 долларов. На этом у меня все. Напоминаю телефонно-новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. И не забывайте посещать наш сайт в интернете. Адрес на экране. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Саубо Оландзар. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!